Итак, друзья, здравия! Продолжаем наше видео по улучшению качества жизни. У нас снова морской пейзаж, я решил продолжать, потому что это, мне кажется, наилучший вариант. Успокаивающий, целебный, радостный. И даже гораздо лучше, чем моя голова, говорящая на экране. Хотя, я уверен, кто захочет посмотреть остальные видео, там, где меня видно, конечно, сможет меня увидеть. То есть, я не скрываюсь, я нахожусь здесь и сейчас, в настоящем моменте, в Одессе. Вот, у нас тут чудесная погода, несмотря ни на какие провокации там со стороны кого-то. И, ну, кто бы ни говорил, состояние улучшается. Я знаю, что каждый из нас может сделать многое, прежде всего, начиная с себя. То есть, улучшая свое состояние и делясь этим хорошим состоянием с другими людьми. Потому что мы, люди доброй воли, можем объединяться, можем делать совместные сессии, медитации, направлять внимание на улучшение. Вот в этом вот наша суть. То есть, суть в чем? Что каждый человек — это осознанное духовное существо. И мы, когда создаем вот это позитивное состояние, оно распространяется не только на нас, но на все наше пространство. А пространство наше не ограничено. То есть, где бы мы ни находились, вот зайдите вы в какое-то, допустим, там место, учреждение. Если вы в хорошем состоянии, то это состояние будет помогать и другим. А зайдите, например, бывает в какое-то там, ну, попали в какое-то место и чувствуете там какую-то негативную энергию. Вот и все. И сразу вам хочется оттуда смыться, уйти поскорее. И это значит, что там какая-то негативная энергетика. То есть, возможно, у хозяина этого заведения или просто место какое-то такое бывает, знаете, такое дохлое, тухлое, с негативными энергиями. Поэтому будьте осознаны, будьте бдительны. Я, например, ежедневно делаю сессии по очистке пространства, по очищению негативных зарядов. Почему это важно? Потому что их накапливается большое количество. Если их не убирать, то они будут оставаться и мешать нам. Поэтому очень важно делать очистку. Очистка, она заключается и в очистке физического пространства, психологического, духовного. Да, то есть, что такое вообще негативный заряд? Так это энергия, которая застряла где-то, ну, скажем так, в нашем пространстве и мешает нам активно действовать, двигаться, да. То есть, создавать позитивные, целебные какие-то эмоции, чувства, настроения. То есть, это то, что создает, по сути, негатив, разрушает. Вот когда мы посмотрим на это как есть, посмотрим, как это образовалось, откуда это пришло вообще, почему это пришло в наше пространство, как мы это притянули, то это постепенно уйдет. То есть, и мы сможем с этим справиться. То есть, нам распространяют всякую ложь там, говорят, что мы заболеем, умрем, говорят, что там вообще все плохо, что нам надо, там, не знаю, опасаться, защищаться, не общаться, никуда не ходить. То есть, ну, внушают какие-то страхи, да, потом, когда мы будем смотреть это через какое-то время, мы будем, ну, улыбаться по этому поводу и думать, на самом деле, что это было. Так же, как мы, не знаю, улыбаемся, когда нам говорят про какие-то там вещи, которые происходили много-много лет назад. То есть, да, что-то было, безусловно, были какие-то происшествия, и сейчас они происходят каждый день. Вот, но цель это не вдаваться в панику, не говорить о плохом, а думать о хорошем и создавать, самое главное, это хорошее. То есть, отдавая позитив, мы тем самым укрепляем себя и укрепляем других. Вот такое мое мнение. Я вчера, в причащем видео, хотел рассказать немножко о питании, потому что это тоже важный этап в человеке. То есть, если мы много едим, соответственно, организм наш засоряется, засоряется токсинами, ненужными отходами. То есть, во-первых, переполняется желудок, кишечник, мы начинаем быстрее стареть. То есть, наше тело, по сути, начинает выходить и превращается в какую-то тухлятину, которую потом можно просто выбросить на свалку. Ну, я так утрирую, конечно, но оно наполняется, во-первых, ненужной пищей в большом количестве, то, во-вторых, появляются болезнетворные микробы, организмы, бактерии, вирусы, паразиты, то есть, грибки. Ну, то есть, по сути, тело начинает гнить и разлагаться. Отсюда появляется неприятный запах, то есть, появляется избыточное потоотделение, ну, если у человека поры еще не забиты, потому что если поры забиты, то уже и с потом не выйдет. То есть, не хватает организму, скажем так, выделителя системы, потому что забиваются и печень, и почки, и другие выделительные органы, и все. И тело начинает умирать постепенно. Вот, что с этим делать? Во-первых, надо постепенно отказаться от животной пищи, то есть, мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, все это исключить. И переходить на растительное питание. То есть, вы наверняка уже знаете о том, что люди, которые перешли на растительное питание, гораздо здоровее. Растительное питание, опять же, да, может быть какое, можно пищу продолжать там варить, как-то жарить, тушить. Можно растительной пищей питаться, то есть, ну, живой. То есть, взял, съел там фрукты, овощи, зелень очень важна, да. Вот, можно делать зеленые коктейли, прекрасное средство для повышения иммунитета, кстати, сейчас. То есть, берете какую-то зелень, да, можно проращивать ее, очень тоже полезно. Добавляете, то есть, ну, водичку, можно добавить там, ну, для вкусности, там, еще банан, яблоко, там, или еще какой-то фрукт. Вот, и получается прекрасный напиток. Также можно добавлять туда, если хотите, огурец, там, что-то еще. То есть, можно делать такой фруктово-зеленый, можно просто с овощей делать, капусту можно добавлять, там, все, что вы посчитаете необходимым. Самое главное, это, чтобы вы чувствовали, что вам нужно. То есть, когда ваш разум чист, тело чистое, оно вам подсказывает, вот это мне нужно, а это нет. Оно подсказывает, там, даже какой фрукт съесть, там, какого, что съесть для того, чтобы получить, там, питательные вещества необходимые. То есть, авокадо прекрасный фрукт, ну, овощ, фрукт, то есть, маслянистый такой, очень насыщенный. Вот, также, очень классно, хлебцы можно делать, опять же, сушить их, то есть, не жарить. Все это помогает очистить организм. Вот, для белка можете, опять же, в зелени очень много белка, хотя говорят, что, ну, там, нужно кушать белковую животную пищу. Нет, в зелени очень много белка, и также можно добавить в рацион спирулину, хлореллу, это, такие, морские водоросли. Вот, они продаются в виде порошков, вот, их можно добавлять в зеленые коктейли, и очень хорошо помогает, опять же, для повышения иммунитета, для повышения качества жизни. То есть, человек начинает, ну, чувствовать себя гораздо лучше. Поэтому не думайте о том, что вам надо животное пища, вот, и тем более, это эксплуатация животных и их убийства. Подумайте о себе. То есть, чем больше мы убиваем животных, тем больше умирает людей на земле. И то, что там происходит сейчас, всякие вот эти кризисы, эпидемии, это все создается для того, чтобы показать нам, что нужно что-то менять. И я тоже в своей жизни что-то меняю, потому что я понимаю, что если я буду продолжать жить, ну, вот, той жизнью, которой я жил раньше, да, то, ну, как бы, ничего не поменяется, и будет все только хуже. Поэтому цель – это изменение своего понимания жизни, своего мировоззрения, своей интуиции. И то есть, это очень-очень множество вещей, которые надо поменять. И чем больше мы меняем, тем легче нам становится. Это я понял для себя и для других людей. Потому что я провожу, например, людям процессинг, аудитинг, делаю сессии онлайн. И что мы делаем? Мы находим, что человеку в жизни мешает. То есть, у него, например, есть страх. Мы прорабатываем это. Сейчас у многих людей есть страх. Почему? Да потому что просто людей пугают и говорят, вы там заболеете, вы умрете, ваши близкие умрут и тому подобное. Это все просто испуг. Вас хотят там дурачить. То же самое с войной и тому подобное. То есть, будьте бдительны, осознанны и не поддавайтесь на провокации. Вот что я вам скажу. Потому что вас хотят просто дурачить. Вас хотят сделать так, чтобы, ну, как правильно сказать, лишить осознанности. Лишить того, что вы сможете осознанно принимать адекватные решения. Начнете просто бояться. Впадете в панику и будете там скупать продовольствие в надежде на то, что там его просто не будет. Или начнете там как-то реактивно действовать куда-то там, не знаю, убегать, прятаться. Нет, этого ничего не нужно. Будьте собой, гуляйте на природе, на солнышке. Да, может быть, наоборот, меньше надо общаться там, ну, в каких-то закрытых помещениях. А наоборот, на природе, но быть именно с природой наедине. То есть, можно выехать за город, например, побыть на природе. Или там побыть где-то у водоема, у моря, у озера. Вот таким образом это все происходит. И солнце, воздух и вода наши лучшие друзья, защитники организма и нашей иммунной системы. Вот таким образом, то есть, чем больше вы на природе, тем лучше вы защищены. Это я вам точно скажу. То есть, потому что, находясь в закрытом помещении, человек не будет чувствовать, наоборот, у него падает иммунитет, и он начинает ухудшать свое состояние. Поэтому будьте на природе. Вот видите, море, это прекрасно. То есть, солнышко. Кто любит закаляться, можно искупаться в море, сделать зарядку. Все это прекрасно помогает в поднятии иммунитета. Поэтому пейте витамины, переходите на растительное питание, очищайте сознание с помощью процессинга. То есть, занимайтесь медитацией, гимнастикой, любыми практиками, направленными на улучшение качества жизни. Я вам в этом готов помочь. Поэтому любые вопросы, опять же, пишите в комментариях, что необходимо там узнать, уточнить. То есть, я могу проконсультировать как по физическому здоровью, так и по духовному, по психологическому. Вот, и тут, ну, по сути, я могу ответить на любой вопрос, если у меня есть ответ. Если нету, ну, скажу, что на этот вопрос там у меня нет ответа. То есть, здесь все честно. Поэтому можно написать то, что вы чувствуете, то, что думаете, там, прокомментировать видео. Да, опять же, понравилось, ставьте нравится, там есть колокольчик, напоминание будет приходить вам о новых видео на моем канале. И, конечно же, делитесь видео с вашими друзьями, если чувствуете, что оно будет им полезным. А я уверен, что каждый хочет улучшить состояние. Поэтому я желаю счастья, друзья. Будьте осознаны и уверены в себе. И все получится обязательно. До скорой встречи. Спасибо.